В рамках поездки в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский провел уже ряд встреч. Украинский лидер встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. Они обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и дальнейшую помощь Украине со стороны ООН в гуманитарной сфере. Президент Украины также провел встречу с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Говорили о состоянии выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии по членству Украины в ЕС. Одним из главных вопросов стала реализация украинской формулы мира Украины. В Нью-Йорке также состоялась встреча главы украинского государства и президента республики Кения Уильяма Рута. В ходе переговоров шла речь о подготовке к глобальному саммиту мира на уровне лидеров государства. Стороны обсудили конкретные шаги по созданию зерновых хабов в Кении. Владимир Зеленский также встретился с президентом Южноафриканской республики Сирилом Ромофосой. В частности, Зеленский отметил важность участия ЮАР в рабочих группах по украинской форме МИР. Президент Украины в штаб-квартире ООН также провел переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нитаньяху. Стороны подняли вопросы сотрудничества в сфере гражданской обороны и защиты жизни людей. Также в Нью-Йорке Владимир Зеленский выступил на саммите устойчивого развития. Президент Украины предложил создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Президент Украины Владимир Зеленский накануне также выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Украинский лидер призвал государство принять участие в подготовке саммита относительно предложенной Украиной формулы мира. По словам Зеленского, Россия использует оружие не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Владимир Зеленский также добавил, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну. Далее, самое главное из речи украинского лидера в ООН. Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем этой силы. Но история демонстрирует, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 90-х годах. И Россия заслуживает этого сейчас. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Не имеют права. Но на самом деле, не ядерное оружие сейчас самое страшное. Пока ядерное оружие не применяется, массовое уничтожение набирает обороты. Агрессор превращает в оружие многие другие вещи. И эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех вас. Позвольте привести пример. Едам. С началом полномасштабной войны украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией. Сейчас наши порты на Дунае становятся мишенью для ракет и беспилотников. И это очевидная попытка России использовать дефицит продовольствия на мировом рынке, как оружие в обмен на признание некоторых, если не всех, захваченных им территорий. Во-вторых, это использование энергии как оружие. Россия превращает ядерную энергетику в оружие. Она не только распространяет свои ненадежные технологии строительства атомных электростанций, но превращает электростанции других стран в настоящие грязные бомбы. Посмотрите, пожалуйста, что Россия сделала с нашей Запорожской атомной электростанцией. Обстреливала ее, оккупировала и теперь шантажирует других утечками радиации. Третий пример – дети. Мы знаем имена десятков тысяч детей и имеем доказательства относительно еще сотен тысяч, похищенных Россией на оккупированных территориях Украины и впоследствии депортированных. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за данное преступление. В прошлом году я представил очертания украинской формулы мира на Генеральной Ассамблее ООН. Позже в Индонезии я представил полную формулу. И за последний год формула мира стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действия Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали украинскую формулу мира. Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина? Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто. Пока Россия толкает мир до последней войны, Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну. Превращение в оружие должно сдерживаться. За военные преступления должно быть наказание. Депортированные люди должны возвратиться домой. А оккупант должен вернуться на свою землю. Мы должны быть объединены, чтобы добиться этого. И мы это сделаем. Слава Украине!